Добрый вечер. Сладкая парочка нашего шоу-бизнеса. Давайте что-нибудь пропиарим из ваших планов. Давайте, прямо начинайте. Как у вас прямо так? А что, мы называем вещь своими именами. Знаете, тут даже не хочется назвать это пиар. У меня просто день рождения в скором времени грядет, 17 апреля, такой юбилейный, да, который я буду отмечать концертом. Не каждый раз такое происходит. По-моему, вообще впервые в Москве у меня вот так вот концерт день рождения. Ну, прям у Купник вот сейчас то же самое отмечает юбилейкой и концертом. Ну, это у Купника про себя же говорила. Нет, он не день в день. У него уже был день рождения, а у нас день в день. То есть зритель может прийти с цветами и поздравить Валерию с днем рождения. Вот что значит иметь такого мужа, который может решить эти проблемы. Ну, раньше такого додуматься, ну, почему-то решили сделать в этот раз. А, это я просто пропустил самое, да, любовался просто. У нас часть сцены идет из Китая. Уникальные технологии будут, серьезно. Не в смысле по дешевке. Не в смысле по дешевке, да. Новые технологии будут использованы. Будет фантастическая сцена, сумасшедший будет продакшн, да. У нас будут гости. Валерия записала новый дуэт с Валерием Меладзе, который появится в эфире буквально в понедельник, кстати. Сегодня, вот в эфире уже песня. Фантастический дуэт написал Константин. Я хочу сказать, сейчас, конечно, у нас много хлопотов. У нас очень много репетиций всяких, отдельных, сводных и так далее. Концерт будет с оркестром Московской Русской Филармонии. Русской Филармонии. Потрясающий оркестр. Уже репы прошли, да? Ну, не все. Еще вот первые репетиции у нас с оркестром уже были. Звучит фантастически просто. Вообще, петь с оркестром – это отдельное удовольствие. Потом у нас будет большой вокальный коллектив, такой хор, можно сказать, мини. Что еще? У нас будет много гостей. Вот с гостями нужно, конечно, будет как-то вот эти репетиции отлаживать. У нас все живые артисты. Понятно, что я живу. Буйнов, Крутой, Пауз, Тухманов, Олег Митяев, Олег Скрипка, Лера впервые в Москве на юбилейном вечере споет на украинском языке. Понятно. Никто еще этого не слышит. Я вот что думаю. Значит, Пригожин решил просто сэкономить на подарки в юбилей и сказал, я подарю тебе шоу. Нет, у нас нет такого, слушай, мы без понтов. Мы без понтов. Зачем? Потом у нас один бюджет, что я подарю тебе шоу. У нас один бюджет. Даже неинтересно. Я хочу сказать следующее. На самом деле, я считаю, что для артиста очень важный праздник, когда вот даже юбилейный концерт, юбилейный день, у него концерт, и зрители, и друзья поздравляют артиста. Мне кажется, лучше быть не может. Мы долго спорили. Мы приняли решение 1 февраля, что мы все-таки делаем этот концерт. Мы только билеты вышли в продажу. Мы даже не за полгода, как обычно, за год. Но, то есть, я думал, я еще до этого, мы как бы выстраивали отношения, Артем Шадров, у нас как бы режиссер, да, и мы до этого уже многое приготовили. Лера говорит, ну не хочу я, не хочу. Я говорю, мы уже позвали и Валеру, и Колю Баскову, и всех. Я говорю, ну уже неудобно. Потом у нас накопилось определенное количество дуэтов к этому году. Как так получилось, в последнее время было их записано много. 15 тонн светового оборудования было записано много. Поэтому мы тебя приглашаем. Это интереснее. Да, я говорю, про тонны, все, про цифры. Светового оборудования будет очень красиво, круто будет. Нет, будут хорошие песни, звучат самые разные. Потом, когда я составлял программу, мы сидели, думали, получил спето огромное количество песен, кажется, столько лет. Сто с лишним спел. И большая часть, наверное, становилась все-таки такими песнями, ну, может быть, не всем мегахитами, но, во всяком случае, песни запоминали. В принципе, она может как Кобзон в 5 начальников. Ребята, может, вы мне что-то поговорите, я пойду, а? Извините, да, давай. Вообще, женщины должны молчать, когда джигиты разговаривают. Да, я пошла. Давай, давай. Джигиты. Ну, я уже получила, что я хотела сказать. Ты хотела сказать, накопилось очень много песен. А, и получилось так, что значительное количество песен как-то вот невольно оставалось все эти годы за бортом. Вот вроде бы выбиралось. Они просто только что из утюга их не слышат за бортом. Нет, нет, нет. Телевизор, радио. Нет, нет, нет. Ну, это, может быть, такие, совсем такие хиты, которые каждый год там появляются, играются в программе концертной. Программа концертной не резиновая. А в этот раз мы подумали, нет, надо все-таки из сундучка-то достать хорошие песни, те, которые были хитами, но которые вот последние годы не входили в мою концертную программу. Что, собственно, мы и сделали. А почему они в сундучке-то оказались? Ну, невозможно спеть 150 песен в одном концерте просто. Мы периодически их там ратируем, песни, вот когда с сольными концертами. Какая-то часть, это новые песни, которые появились там в последние годы. Зрители обязательно хотят слышать песни старые, я пою и их тоже. Ну, вот как вот это все, как все это, чтобы они прозвучали? Вот сейчас вот такой момент настал. У нас до этого был фееричный концерт с Российским национальным оркестром, с РНО. 162 музыканта на сцене в Кремлевском дворце мы делали 2 декабря. Это был как раз юбилейный концерт, посвященный 20-летию Леры на сцене. Понимаешь? Как 20-летию? Вот так. Лере 25 лет на том, что вы здесь уже. 20-лет на сцене, вот. Я рано начала. Я рано начала. Я рано начала. Там был фантастический концерт, ни капли секвенсора, все живое. И здесь будет все живое. Ни капли секвенсора. В этот раз будет не 162 музыканта на сцене, а 112. Что такое секвенсор? Секвенсор — это дополнительные звуки в компьютере, которые, ну, скажем так, усиливают определенные вещи. Нет, но определенные есть некоторые звуки, например, в электронной музыке, в танцевальной, которые просто невозможно воспринести. Это же не сухой звук. Почему сухой? Невозможно воспринести живыми инструментами. Просто таких звуков не существует. Вот они такие вот придуманы. То есть я так понимаю, что билеты будут очень дорогие. Да нет, от 800 рублей до 20 тысяч. 20 — это гранд-портер вообще с банкетом. Ну ладно. Это у нас история, знаете, какая была недавно? В городе Сыктывкаре, да? Я не знаю, какую-то историю имеешь в виду просто. Нет, когда ограбили женщину, знаешь эту историю? А, я знаю эту историю. Кажется, я очень хорошо знаю эту историю. Знаете эту историю? Это был в городе... Сыктывкаре. Нет, не в Сыктывкаре. Сейчас, сейчас... Ухта. Ухта, точно. Накануне концерта, а там билеты продались, сразу разлетелись за три недели до самого выступления, одна из жительниц этого города вернулась домой с работы и по рассеянности оставила входную дверь незапертой. Ну, положила сумочку в коридоре и пошла заниматься своими делами. Через какое-то время хватилось, сумочки нет. Естественно, совсем не у содержания. Но в этой сумочке был билет на мой концерт. Один. Она молодец, она такая сообразительная. Во-первых, она запомнила ряд и место. И когда она заявила в полицию, в милицию, в полицию... Или стоил 2,5 тысячи. Короче говоря, они там на всякий случай прислали туда отряд. Думали, ну мало ли какой-нибудь меломан явится. Кстати, жадность дела вверх человеческая. Он пришел сдавать? Он даже не продал, он пришел в кассу. Нет, он пошел в кассу сдавать его. А поскольку билеты закончились за 3 недели до концерта, он был единственным, конечно, кто такого додумался. Но тут же его повязали. Жадность, рай, разгубил. Да, представляете, если бы не билет на концерт, то есть его бы не поймали. Его поймали просто. То есть получается, что мы еще... Да, вот так вот. ...участвовали. Какие-нибудь есть у вас ритуалы перед концертом? Какие-нибудь вот исполняете что-нибудь? Вы такое вот прям вот тайное... Да, такое, не знаю, что-нибудь прищемить. Нет, 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 я вообще местую верный человек. Я перед концертом, у меня саундчик обязательно, я приезжаю за 2 часа, 2,5 часа на площадку. Если я приезжаю за час, я как-то не успеваю морально подготовиться. Ну, я не знаю, мне нужно пожить вот в этом пространстве. Я как-то должна освоиться. Есть? Есть. В 20 лет на сцене все равно есть. И это вообще неискореняемо, по-моему, вообще у меня. И мне кажется, что чем дальше, даже тем больше это становится, потому что возрастает ответственность. То есть ты каждый раз должен соответствовать, от тебя ждут, и ты ни в коем случае не можешь вообще промахнуться, или там оступиться. Просто не простят. Поэтому, конечно, вот такое состояние нам всегда. И мне нужно, перед концертом, я обязательно делала дыхательную гимнастику, и какое-то время дыхательная гимнастика Стрельниковой. Вокалисты знают про нее. Про пиарим. Не, ну это хорошая полезная штука, да. Не только вокалистам рекомендуется, вообще замечательно. Но последователи живы, слава богу. И мне все-таки нужно минутки 3 хотя бы побыть в тишине одной. Представляете, у меня такой активный, такой муж, который входит, заходит. Очень смешно. Он знает меня давно. Поскольку он без конца входит, входит, причем войти, он стучится. На всякий случай, мало ли, может я розетта, открывается, там, может, ну, видите, с коридора. А жена не совсем одета. Нет, ну, из коридора может быть видно, поэтому я должна же быть готова. Он стучится. А поскольку уже по 100 раз происходит, он даже когда выходит из комнаты в коридор, он сразу поверится, стучится. Это смешно. Вообще-то ритуалов, вот мне Александр Борисович Градский рассказывал, что оперные певцы, во всяком случае, у них перед большими концертами 3 дня воздержания. Обязательно, никакого секса. Это на певицы не распространяется? Слушайте, у меня так много концертов стягивает, что я просто... Это же не оперные спектакли. Вы даже вообще не должны этим заниматься. Простите. Бывает, что по 30 концертов в месяц. Ну да. Конечно. 30 концертов в месяц? Бывают такие месяцы. Конечно, бывали такие месяцы, да. Ну сейчас, естественно, мы взяли такую паузу, потому что подготовка к концерту требует времени. В октябре было 30, тогда там, в ноябре, ну бывает 20, по-разному. То есть я так понимаю, что при такой нагрузке вообще можно не заморачиваться с диетами, да? Потому что, наверное, сжигается всё. Сжигается много, конечно. Это даже не диета. Я всё-таки стараюсь правильно питаться. А правильно питаться по Валерии это как? Правильно питаться, ну, я ничего тут нового не открою. То есть, конечно, должно быть правильное сочетание. Я хотел подарок сделать потом по передаче, ну, как питаться. Белков, углеводов, жиров. Ну, это прекрасный формичок. Рецептуры, да? Да. Прекрасный формичок. Нет, шикарный. Да, и самое главное ещё... Последние 20 лет не меняется. Так, ну, короче, я пошла. Извините. Не у меня. Я пошла. Концерт вообще в апреле. А вот детьми кто занимается? Кто следит за их диетой? У вас такой детский сад, что... Ну, ты так скажешь, что детский сад, они уже такие все ого-го. Даже самые маленькие уже. Хорошо, а тогда если вот они такие ого-го, когда мы их на сцене увидим всех вместе? Ну, всех вместе, не знаю, по очереди. Можно по очереди? Ну, да, по очереди 17 лет. А вот с привольным было бы всех вместе. А просто все в разных жанрах выступают, поэтому всех вместе не по очереди. Арсений пианист. Так. Он выиграл два гран-при и серебряного щелкунчика вот на канале Культуру. Сейчас он будет участвовать в концерте юбилея Исаака Шварца. Так. Вот, а 23 марта он играет в БЗК. В Большом зале консерватории. В Большом зале консерватории играет в концерт Синстанса с оркестром. Ну, в общем, какие-то уже первые шаги, и он, ну, серьёзно настроен на музыку. Гран-при в Испании, открытая Европа, ну, достаточно прилично играет уже. Аня у нас заканчивает с Щукинской. Аня заканчивает с Щукинской. Она будет выступать тоже в концерте у Леры. Впервые будет на сцену, да. Это для Твиттера или для чего? Для Фейсбука. Хорошо. Вот. А что ещё? А Тёма занимается бизнесом. Он создал компанию, биржевую платформу. Нет, слава богу. Нет, нет, он живёт сейчас в Швейцарии. Честно говоря, я вообще не хотела, чтобы кто-либо вообще... Ну, почему вы все вот прям не хотите, чтобы дети шли по... Ну, потому что мы уже своё-то хлебнули. Ну, я могу сказать, что поскольку мне этим надо болеть, этим надо жить, если бы, конечно, кому-то вот прям вот захотелось, ну, отчасти, можно сказать, они тоже как-то вот соприкасаются с этим. Не хотели до последнего. У меня Аня решила только вот в 11 классе, что она пойдёт театральная. Вдруг. Я, понимаете, очень сильно удивлена, потому что до этого были у нас разные варианты. Латыни изучают. Представляешь, 20 лет ещё нет, и латыни изучают. Нет, ну, вдруг почему-то сейчас у неё какие-то совершенно... То на фотографии сейчас увлекается параллельно уже с актёрством. Ну, всё равно, конечно, актёрство на первом месте, это ей безумно нравится. А, ну, с младшим вот всё определено, что он вот пошёл по пути классической музыки. У меня мама пианистка, поэтому, конечно, для неё такой бальзам для души, что я перепрыгнула через поколение. Столько событий. Да, дочке 20 лет, маме юбилей 75 и бабушке 100. 100? Да, моей бабочке, ну дай бог, чтобы всё было хорошо. И Сеньке 15 исполняется. Да, у нас так кругленько всё, полукругленько, кругленько-полукругленько. А у меня в следующем году. В следующем году обязательно позовём. А у всех есть слух, голос? Да, у всех. Абсолютно. Даже у того, кто занимается сейчас бизнесом, у него потрясающе. Он учился по классу фортепиано и по классу кларнетов, потом всё успешно забросил. Ну, собственно говоря, я даже... Он закончил IB, у него TOEFL на 98 и 125. Ну, так поясни, что такое-то. Нет, что такое-то, я даже цифры не помню, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Короче говоря, мальчик у нас очень умный. Он создал биржевую платформу, называется EverestMarkets.com. Вот зайдите, посмотрите, да? Даже это пропиарили. Да, но он... А, ты что, ты пришли, что ли? Да, да. Эта компания не российская, эта компания, ну, считается, как бы, английская. А что за история читал, как я люблю говорить, «Благо с Вери» «Пригожин сына своего в армию не отдаст?» Это вообще какой-то... Можно прямо сказать? Вот я люблю, когда прямо... Мерзавец какой-то, мерзавец какой-то. Позвонил мне и спрашивает у меня... Вот я не люблю, когда меня монтируют, да? У нас все по-честному. Да, берете прямую речь, ну, вставляете ее, что вы монтируете? Я никогда в жизни не говорил, что я отмазываю детей от армии. По всей сети разошлось. Я читал. Я бы хотел увидеть того человека, первоисточники, просто. Вот сейчас есть возможность все это дезумировать. Они мне говорят, что вы думаете по поводу того, что хотят ввести, сделать коммерческую армию? За то, чтобы не пошел мальчик в армию, вы готовы заплатить там, со мной говорят, миллион рублей? Я сказал, честно, я готов. Поэтому как бы пусть каждый выбирает. То есть в каждой профессии человек должен посвятить себя. То есть если человек хочет посвятить себя армии, и тот, кто не хочет идти в армию, и готов найти деньги и заплатить за это, почему бы нет? То есть мы готовы это сделать. Вот какой был разговор. Но я не говорил, что отмазать. Во-первых, он учится. Во-вторых, еще ему никто повесток не присылал. Во-вторых, ему еще на тот момент не было 18. Чем не отмазывать? А с младшими, так вообще, что касается творческих, таких людей, творческих профессий, вообще такая тема, конечно, вот это, я была бы рада, если бы существовала какая-то такая коммерческая основа. Я не понимаю, как пианист может уйти, день не позанимается человек, уже заметно. Понимаете? Даже профессиональный. У меня на днях был Егор Кончаловский, он сказал, что он служил срочно в театре Советской Армии. Прям в центре Москвы. Это хорошо, да, некоторым везло. Нет, дело в том, что в армию должны идти люди, профессионалы, которым это нравится, они должны за это получать деньги, армия должна быть профессиональной. Есть люди, я хочу сказать, есть люди, которым действительно готовы, даже не за деньги. Вот во времена, я в школе еще училась, у нас был один парень, который очень рвался в армию. Он такой шебутной был, не просто в армию, он хотел в Афганистан. И он отслужил в Афганистане добровольно вообще. Он просто рвался, вернулся без единой царапины, там, отслужив по полной программе. Есть такие, которым мы там... Я на гражданке пользу приносил. Что такого-то? Нет, ну, я ведь там были комментарии не просто насчет собственных детей, а просто такая царка, что у нас сейчас такая армия, что туда вообще отдавать нельзя, цена, Я хочу сказать следующее. Конечно же, у нас есть проблем много в армии, поэтому сегодня новый министр обороны Шойгу. И я, ну, наверное, рад этому обстоятельству все-таки, потому что до сих пор, ну, вот все, что мы видим, все, что сейчас вылезло наружу, да, это вопиющая ситуация. Если вы выбираете должность, на которую вы идете, вы, значит, призываете себя служению, обществу, защиту граждан. Когда это будет, я не понимаю. Да, всегда можно свой кусочек найти, но зачем все забирать, понимаете, вот этого я не понимаю. И вопрос заключается в том, что отдавать, чтобы калечили ребенка в эту дембельную историю, в этот, знаете, это же не зона. Армия, это не зона, где тебя должны там опускать пальцы веером, а там живут как будто бы по понятиям. Ну, вы, во-первых, что случилось с стройбатом? Мы вообще уже не понимаем. Раньше был стройбат, люди строили здания. Уже нет никаких стройбат. Нету стройбат. А куда идти? Какие войска? Что делать? Как защищать родину? Шефские концерты, когда они были для армейских? А как же. Конечно. Всего вчера, позавчера, извините. Когда у нас? На днях. На днях. На днях. У нас их такое количество. Это не только для армейских. Не только для разных. Мы, честно говоря, по этому поводу не заморачиваемся. Нет, если есть время, если есть возможность, то с удовольствием придем, споем ничего. Ну, вот я понимаю, что девушку-красавицу и мировую знаменитость гаишник никогда не оштрафуют. А вот Пригожина-то узнают, и, ну, наверное, все-таки... Будете смеяться. Иногда честь отдают. Наверное, принимают за балу и... Приятно, очень приятно. Конечно, очень приятно. Я хочу сказать, я уважаю и гаишников, и журналистов, и даже дворников, которые на улице. Во-первых, я стараюсь здороваться со всеми, и всем протягиваю руку. Никаких понтов нету, да, в этом смысле, да? Хоть и узнают... Это еще к чему? Нет, я говорю к тому, что узнают гаишники, и я к ним отношусь с уважением. Ты протягиваешь руку. И протягиваю им руку, да. Пустую, естественно. Чего ты смеешься, Леон? Здороваюсь с ними. А я, во-первых, я не нарушаю, я сижу сзади. А, не за рулем? Нет, я в Москве не за рулем. Он с двумя телефонами и жонглирующими. Слушай, я даже во Франции умудряюсь с гаишниками договориться. А как это? А вот это я его раз и не поверил. Поверьте мне, Лера. Но это было один раз. Ну да. Ну как, расскажите эту историю. Это войдет в аналог. Ну, в Америке не получилось. В Америке нет. В Америке наручники одели. Знакомая история. Да. Я пытался дать ему 200 долларов. Нет, а то я пытался, чтобы он успокоился. Я пытался дать ему альбом Николая Носкова. Я ехал в Лас-Вегас на машине. Да, это было до Леры. Так он, видишь, моим бакозырой. Нет, была история. Я еду 200 с чем-то километров. Я мечтал попасть на эту дорогу, на эту трассу с Лос-Анджелеса, которая идет на Лас-Вегас. Ну, фильмов-то смотрелся. Еду, и полицей. А я только-только, вот 90-е годы здесь. Я смотрю, вот самое. Ну, у нас же эти мигалки появились, гаишники, там все сопровождения, там куча разных машин. Я в сторону, и он в сторону. Думаю, дурак, что ли? Что он за мной ездит все время? И не могу понять, у себя прорабатываю. Потом думаю, дай-ка я приторможу, пусть он проедет. Может, он 300 едет, торопится куда-нибудь. Раз, он останавливается за мной. Я выхожу, такой здоровый, метра два роста. Я быстренько диск на скову, пытаюсь ему объяснить, что я отпаздываю, все. А он ничего не понимает, все, что я ему говорю. Потом я думаю, да ладно, фиг, на тебе 200 долларов. Он мне раз так наручники, я прям аж обалдел. Я говорю, ты что делаешь? Он мне говорит, сейчас поедем в участок. Я говорю, зачем? У нас так можно. А он мне говорит, а у нас так нельзя. Ну, короче, с юмором попался человек, выписал мне штраф. Короче, но я хочу сказать, я так лопухнулся. Через 10 лет мне вспомнили это. И когда я пришел в посольство, вот насколько у них все пунктуально. Не соскочишь никуда. Через 10 лет, я туда 10 лет ездил, меня никто не спрашивал. Я прихожу в посольство, слава богу, попал на хорошего человека. У нас были гастроли. Я прихожу, он говорит, старичок, извини, я не могу тебя... Грешок у вас. Вы в розыске. Я говорю, кто я? Ты штраф не был заплачен? Он был выписан. Нет, конечно, он выписан. Я уехал. Там тогда не было вот этой компьютерной истории еще, да? Я же уехал. У меня виза заканчивалась. Я когда уехал, приехал, прихожу. К консулу посоветоваться, что делать, чтобы оплатить. Я помню даже, она такая, зелено-розовая бумажка такая. И он мне говорит, слушай, если в течение трех лет ты ничего там ездишь, ну и выброси ее. Ну я через три года ее и выбросил. А когда у них там кризис-то жахнул? Через 10 лет приходил в посольство. То есть накануне я получал визу год назад, мне никто не спрашивал. Через год предложил, и все раз мне подняли. А это накануне Рождества, а нам вылетать через два дня. Ух, это было что-то. Это отдельная передача. Короче, мне пением посчитали, с 200 еще насчитали 200 с чем-то за 10 лет. Я заплатил 450 долларов. И когда мы нашли судью из Москвы уже, звоню, она говорит, попали прям, вот она буквально собиралась уже идти на Рождество. И она спрашивает у меня, вы хотите сказать, что вы невиновны, или вы хотите заплатить? Я сказал, заплатите. И кто эти номер кредитной карточки? Я же не ожидал такой резкости. Я так, тын-тын-тын-тын, побежал, нашел кредитную карточку, не успел последнюю цифру сказать. Бах, у меня уже в телефоне отметина, списали. Я говорю, а как я теперь докажу посольству, что вы у меня списали, чтобы меня убрать из компьютера? Они говорят, диктуйте почту. А международная почта у судей не работает, они мне отправили. Я искал других друзей, чтобы эта почта пришла туда, оттуда распечатал, туда прислал. Короче, дали мне визу. Это таксивная история. Дешевле было сразу заплатить. А во Франции я сразу 100 евро отдал, и не отпустили. Вот так, то есть без квитанции, без всего? Без ничего. Ну, все-таки... Они полюбили наличные деньги. Это лазурка была, да, какая-то? Это было по дороге недалеко от Леона. Я ехал очень быстро, останавливаю два толстеньких француза. Ну, не очень. На самом деле, мы ехали точно дальше, как все остальные. Мы вообще стараемся не лихачить. И он говорит... Потому что у нас что, шесть родителей, мы не имеем право рисковать. Чувачок, ты наружу. И вы прям, ну, вы все в одной машине? Да, все в одной машине. Не, мы ехали вдвоем там, да. В какой-нибудь? Да, вообще, когда путешествуют, мы там вдвоем ехали. Точно? Точно совершенно, да. А кто за рулем вы меняетесь? Да. Раньше менялись, я что-то в последнее время как-то отучил он меня от этого дела. Хорошо, вот вы во Франции в машине вдвоем, что вы слушаете? Радио? Стинга. Стинга? Да, Майкла Джексона слушаем. Слушаем Андрея Бачелли. Этот последний год мы слушали, после того, как вы ему сделали вот этот альбом романцев, вот этот концерт по-кремлевски после него. Он все время, он все время, я говорю, пожалуйста, можно меня уже, не надо. Можно без меня это слушать. Вот мне, я сейчас, если не будет с вами, но я согласна, что хороший концерт, но я не могу сама себя слушать круглосуточно. Ну ты можешь, но ты же не себя слушаешь. Короче, Фрэнка Синатра слушали тоже. Ну то есть, в основном у нас, конечно, путешествие стинга. Когда мы с детьми путешествуем, мне хочется, чтобы они и с этой музыкой... Дети слушают Валерию? Не все. Не все. Очень выборчиво. Английский альбом очень им нравится. А придут на концерт? Обязательно. Они же выступают. В качестве выступающих, а потом они будут всю программу слушать. Конечно, они на банкер пойдут. Во-первых, они все это знают, они будут на всех репетициях, они все это слышали и неоднократно. Важно, чтобы в юбилейный день и на концерте... Неоднократно бывали. Мы все придем, мы вот прям все придем. Миллионы наших зрителей, не обещаю, что все, но думаю, что после сегодняшнего дня... Будем рады, будем рады. ...предедет. Огромное спасибо вам. А что, мы закончили? Да, 20 минут. Ну ты по передаче рассказывал, как-то выгонялись полицейские американцы. Ты расскажи про нас тогда и все быстренько, да? О полицейских. Все, у нас время уже вышло, в следующий раз... А мы, может, где-нибудь или у нас в режиме... Никогда мы вот этого вот не делаем. Вот чтобы ты потом не говорил, что тебе подмонтируют. У нас все по-честному. А что в начале тоже? Спасибо. Спасибо. Было очень приятно. Какая у тебя жена? Это просто... Это просто... Я в курсе. Я в курсе.